Единый день голосования. Специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Юлия Евтушенко. Мы начинаем. Судьба государства в наших руках. В Беларуси завершился единый день голосования. Чтобы не кто-то за нас принимал решение, а мы сами были ответственны за тот курс, который мы выбираем. Будущие страны выбирали молодежь и люди среднего возраста. Первые лица Бобруйска сделали свой выбор. Люди идут с удовольствием на участие. Где и как проголосовал Игорь Кисель. На высшем уровне ход проведения электоральной кампании мониторят международные наблюдатели. Граждане Республики Беларусь принимают участие достаточно активно. Что еще говорят эксперты? Гласно и открыто. За ходом выборов следили более 45 тысяч национальных и почти три сотни международных наблюдателей. Перед открытием избирательных участков в Лесотехническом колледже члены комиссии продемонстрировали независимым наблюдателям пустую урну для бюллетеней, а также для домашнего голосования. Информация от них из всех уголков страны поступала в Центр общественного наблюдения за голосованием. В Бобруйск накануне прибыли представители миссии от СНГ. На протяжении двух дней они активно следили за ходом важного политического события. Те участки, что нам удалось посетить, они все представляются нам на высоком организационном уровне. Мы имели честь видеть, как граждане Республики Беларусь принимают участие достаточно активно. Члены комиссии также на очень высоком уровне отрабатывают то, что необходимо. После закрытия участков международные наблюдатели проконтролировали подсчет бюллетеней и правильность оформления протоколов. Президент принял участие в едином дне голосования. Свой гражданский долг глава государства традиционно выполнил на 481-м избирательном участке, который называют также участком номер один, расположенный в Университете физической культуры. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном проголосовали на выборах. После белорусский лидер начал общение с журналистами. Свой выбор я сегодня основан на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому кроме профессионализма должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. Глава государства убежден, сегодня избраны абсолютно надежные и толковые люди, которые понимают, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, убеглых не пройдет в Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко. Турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы для белорусского, россияне, китайцы для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Выборы покажут. Вот любые выборы, в том числе наши, недемократичные, ответят на многие вопросы. Но об этом потом мы поговорим. Я своим журналистам и желающим потом свои выводы выскажу. Вы правильно сказали, у нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше. Не видели и не увидите, потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Ответил президент и на самый ожидаемый вопрос, будет ли он баллонтироваться в будущем году. Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси. После общения со СМИ президент заглянул в буфет, откуда не смог уйти без подарков. Одну зефирку. Какую вы хотите? Ладно, купим шоколад. Съедим по дороге. О, родное. Когда был депутатом, еду домой, магазин был на выезде. Всегда продавали сушки. Знаете, такие, как пулеметные ленты. Я закупал детям сушки. Но они уже, наверное, не такие, да? А вот такие сушки, да. Хорошие. Точно такие. Вкусно. Количество проголосовавших белорусов растет. По данным Центра избиркома, на 18 часов явка превысила 70%. Лидирует Могилевская область. Свой выбор сделали 75,11% жителей. В Гомельской чуть больше 74%. В Брестской гражданскую позицию выразили без малого 75% человек от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской 72,61%. В Минской 70%. В Гродненской на участки пришли 70,56%. В столице почти 60%. Первые лица. Игорь Кисель проголосовал на едином дне голосования. Мэр Бобруйска отдал свой голос в 12 часов на 33-м участке, который расположился в здании городских электросетей. Председатель горисполкома, согласно процедуре, сперва показал паспорт членам комиссии. Они сверили данные. После расписался в бланке и на руки получил бюллетень. Затем отправился в кабинку и сделал свой выбор. Люди идут с удовольствием на участке для голосования. Я уверен в том, что достойные люди, которые уже имеют опыт работы, будут представлены в Национальном собрании в областном и городском совете. Игорь Кисель поджелал членам комиссии голосующим хорошего настроения. Призвал бобруйчан делать свой выбор осознанно. Ведь сегодня поистине историческое событие. Будущее Беларуси в наших руках. За мир, покой и стабильность. В ходе первого в истории Беларуси единого дня голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 народных избранников местных советов. На места в парламенте претендует 265 кандидатов. За мандаты депутатов местных советов соревнуются 18 802 человека. Не забывают о своем гражданском долге люди старшего поколения. Настоящие герои, ветераны. С хорошим настроением, а главное, в добром здравии отдать свой голос, пришел Анатолий Германов. С кандидатами он ознакомился заранее, поэтому считает, люди это проверены и с возложенными обязанностями справятся. Я вообще голосую со Станинского имен, старый, я голосую. А голосовал я, я вообще-то приехал из России, вот там голосовали, были голосования. А здесь я уже 25 лет, и каждый раз я хожу, голосую. Мне, ну и дано, дано право мне. Я этим паром воспользуюсь. Все больше белорусов посещают участки не в одиночку. Прививать понимание гражданского долга необходимо с детства. Именно поэтому многие взрослые приходят отдать голос в компании своих детей. Лишь не тому пример – бобруйчанка Наталья Федорова. На участок многодетная мама пришла в сопровождении всех младших членов семьи. Я считаю, что мы должны свое будущее поколение тоже посвящать в выбор нашей страны и для нашего будущего. В семье Федоровых трое детей – двое сыновей, 13 и 8 лет и 11-летняя дочь. Перед тем, как сделать свой выбор, чета поделилась. Прийти на участок для них волнительно, ведь сегодня определяется будущее. Нас сегодня мама взяла с собой на выборы. Это очень интересно. Я жду уже того часа, чтобы самой выбрать. На участке номер 23 к избирателям присоединился лидер группы SkyNet Иван Пономарёв вместе с супругой. Для артиста важно работать в спокойной обстановке, и нынешний курс белорусской политики этому максимально способствует. Тот выбор, который мы сегодня делаем, он очень важен, потому что мы сами в первую очередь создаем свое будущее. И это зависит от каждого из нас. Чтобы не кто-то за нас принимал решение, а мы сами были ответственны за тот курс, который мы выбираем. И я сегодня все-таки супругой, я голосую за свою семью, за будущее своей семьи, в спокойной стране, без войны, в состоянии мира и развития. В прекрасном настроении в 20-ю школу на свой избирательный участок пришел и глава Первомайского района Виталий Власевич. Праздничное настроение, по большому-то счету, оно всегда в такие дни у каждого белоруса. Сегодня мы решаем судьбу своей страны, сегодня мы решаем, скажем так, будущее своей страны, как она будет развиваться, каким целям мы идем и как мы их будем достигать. 25 февраля – важное событие для всей Беларуси. Для Евгений Тарасевич это воскресенье особенное вдвойне. Первый шаг на пути к участию в политической жизни страны учащаяся колледжа имени Ларина сделала в свой день рождения. Девушке исполнилось 18. Молодые избиратели, впервые принимающие участие в голосовании, получают подарочное издание Конституции. Это лимитированная серия. Всего 180 тысяч экземпляров форматом А6 подготовлены специально к единому дню голосования. Ценный и памятный подарок председатель участковой избирательной комиссии номер 72 вручила имениннице. Мы от всей души рады также ее поздравить с этим днем, с этим знаменательным событием, с тем, что в жизни совпало совершеннолетие, как бы такой, ну скажем так, важный возрастной, наверное, период в жизни каждого человека и плюс возможность впервые делать свой осознанный гражданский выбор в таком, как бы, великом событии. Но и на этом сюрпризы для Евгении Тарасевич не закончились. Поздравить впервые голосующую именинницу приехал председатель Бобруйского горосполкома Игорь Кисель. В подарок для молодой избирательницы шикарные розы, сувениры белорусского производства и пирожная, украшенная символикой единого дня голосования. Очень неожиданно, что мой день рождения совпал с днем голосования, такого важного для страны. Очень приятно в день своего совершеннолетия принимать важное решение. Я могу сказать, что счастлива, рада такому стечению обстоятельств. В списках практически 7 миллионов избирателей, около 178 тысяч проголосуют впервые. Активно сегодня и молодое поколение. Для Максима Долгого, учащегося технологического колледжа, нынешние выборы первые в жизни, так же, как и для трех тысяч бобруйчан. Я сегодня пришел за всей своей семьей первый раз на голосование, проголосовать за свое будущее. Единый день голосования становится не просто знаковым событием, но и праздником. О своих правах и обязанностях помнят все. Те, кто голосует уже далеко не первый раз, и те, кому это еще предстоит. Делая выбор сегодня, мы голосуем за наше будущее и нашей страны. Елизавета Липеева, Виталий Гаврусев, Кристина Ариан, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Хотите проголосовать? Тогда мы идем к вам. Единый день голосования прошел со всеми удобствами. В Бобруйске было организовано голосование на дому. Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смог 25 февраля прийти на участок, то свой выбор он был бы в праве сделать по месту жительства. Попросил, чтобы голосовать дома, потому что у меня отказали ноги. Раньше я все время ходил и голосовал, и был председателем участковой комиссии, и не один раз. Ну а теперь вот приходится дома голосовать. Члены участковых комиссий посетили каждого, кто обратился с просьбой голосовать дома. В основном возможностью воспользовались пенсионеры и люди с инвалидностью. Традиционно день голосования – это праздник. На участках горожан встречают с музыкой и угощениями. Многие, определившись с выбором, не торопятся расходиться. На вкус и цвет местных производителей продегустировала наша съемочная группа. Праздничное настроение – как главный атрибут этого исторического дня. Избирателей на участках встретили громкими песнями. Национальные костюмы и артистизм создали особую атмосферу. В 20-й школе сразу два участка для голосования. Большой спальный микрорайон обязывает. Для хорошего настроения прямо в холле учебного учреждения для горожан выступили юные артисты образцово-эстрадной студии «Шоколад». Во Дворце искусств прошла концертная программа «Выбираем свое будущее». Исполнители выступили перед зрителями с такими известными в народе композициями, как «За Беларусь», «Лучшее впереди» и многими другими. «Все, что когда-то сделала, в жизни не просто так». Также для избирателей была организована дегустация качественной продукции бобруйского производства. Всего разместилось 96 буфетов. В них были представлены широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, кондитерские изделия, соки и напитки. За угощениями – ажиотаж. Коллектив работал у нас в ночную смену. Продукция свежайшая. Цены сегодня снижены, очень демократичны. Акцию мы тоже проводим сегодня, собственную продукцию «Сосиску в тесте». Блюдо универсальное, я думаю, и к чаю, и на перекус тоже хорошо, поэтому мы выбрали именно это номинование. Представлена продукция нашего производства, собственного. Нашим посетителям понравилось все. Пустые столы говорят об этом сами за себя. Выложились на все сто в этот день и работники сферы культуры, и общественного питания. Атмосфера праздника царила сегодня по всей стране. Главное политическое событие года обещает надежное будущее, мирное и стабильное. Досрочно на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан, включенных в списки. На протяжении пяти дней бобручане активно принимали участие в главном политическом событии года. Электоральной кампании предшествовала большая работа. Досрочное голосование – удобный и важный способ выразить свое мнение и участвовать в выборах. Сегодня выбор каждого – это то будущее на ближайшие пять лет, как минимум, та государственная политика, которая будет реализовываться. Это те люди, которые нас будут слышать и которые наши интересы будут продвигать во всех эшелонах власти. Поэтому, безусловно, проголосовать должен каждый. И сегодня я сделал свой выбор. 2024 знаковый для нас. Единый день голосования. Затем пройдут выборы членов Совета Республики, а также делегата ВНС от представителей гражданского общества и местных советов депутатов. Значимость событий переоценить сложно. Определим тех, кто впоследствии будет защищать наши интересы, отстаивать Беларусь и задавать курс развития страны. Это все из событий к этой минуте. Предварительные итоги единого дня голосования ЦИК Беларуси планирует подвести в 2 часа ночи 26 февраля. До встречи!